Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам расширения экспорта, инвестиций и локализаций. В нынешних условиях острой конкуренции в мировой экономике основным фактором обеспечения стабильности становится расширение производства и занятие прочных позиций на внешнем рынке. Благодаря принятым мерам по поддержке экспортной деятельности в прошлом году экспорт нашей страны вырос на 28%. Объём регионального промышленного экспорта увеличился почти в два раза. На совещании подвергнут критике тот факт, что в некоторых отраслях и регионах экспортный потенциал не используется в полной мере. Для дальнейшего повышения объёмов экспорта с 2020 года начала действовать новая система по определению и мониторингу прогнозных показателей. Так, прогноз по экспорту утверждён на трёхлетний период. План на 2020 год определён на 22% больше, чем в прошлом году. На видеоселекторном совещании обсуждены задачи, стоящие перед ведомствами и лицами, ответственными за экспорт, инвестиции и локализацию. Указана на персональную ответственность руководителей регионов и отраслей за эффективное использование каждого доллара. Глава государства отметил, что отныне не будет перекладывания ответственности с отрасли на регион и наоборот. За исполнение прогноза по экспорту каждый министр, руководитель хозяйственного объединения будут отвечать наравне с хакимами. Министерству инвестиций и внешней торговли поручено разработать дорожную карту по обеспечению полного исполнения экспортного прогноза на текущий год. Конкретно определив, куда и когда будет экспортирована продукция, какие меры будут приняты для этого. Указано на необходимость эффективного использования потенциала в таких ведущих отраслях, как текстиль, плодовощеводство, кожевино-обувное производство, строительные материалы, автомобильная промышленность. Ассоциации Устуки-Мачелик-Сануат поручено довести мощности по переработке хлопкового волокна до 80%, диверсифицировать номенклатуру и расширить географию экспорта за счёт новых предприятий. Даны указания по внедрению льготного торгового режима для облегчения отечественным экспортерам выхода на потенциальные рынки, присоединению к всеобщей системе преференции GSP+. На совещании подробно рассмотрен вопрос экспорта плодовощной продукции. Поручено обеспечить оптимальное размещение плодовощных культур, исходя из требований экспорта, организовать торговые дома и дилерскую сеть на перспективных внешних рынках. Затронут также вопрос перевода заготовки плодовощной продукции в 55 специализированных районах на кластерную систему. Агентству «Стандарт» поручено совместно с хокемиатами на местах внедрить международный стандарт Global GMP в 155 фермерских хозяйствах. Государственному комитету по карантину растений привезти сельхозпродукцию в соответствии с требованиями внешнего рынка. Дано указание по организации системы экспортного и предэкспортного финансирования для повышения привлекательности экспортной деятельности, расширению механизма компенсации расходов на перевозку. На видеоселекторном совещании проанализирована работа по поддержке инвестиций. Почти 30% инвестиций, освоенных в прошлом году из всех источников, составили прямые иностранные инвестиции. Капиталовложения начали приходить и в отдаленные районы со слабым развитием промышленности. Было реализовано 145 отраслевых и 167 региональных проектов на общую сумму 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Начиная с текущего года, инвестиционные программы формируются по новой схеме. Для 2020 года утвержден перечень 1569 проектов, реализуемых за счет частных и прямых инвестиций. Согласно программе, в текущем году предусмотрено освоение 233 триллионов 200 миллиардов сумм, в том числе 7 миллиардов 100 миллионов прямых иностранных инвестиций и кредитов. На совещании определены задачи руководителей отрасли и регионов в инвестиционной сфере. На руководителей соответствующих министерств, ведомств и хозяйственных объединений возложена ответственность за своевременный запуск отраслевых проектов. За каждым проектом, реализуемым в регионах с участием прямых инвестиций, закреплены руководители ведомств республиканского уровня. Ответственным лицам предписано завершить предпроектные работы, подписание договоров с иностранными партнерами и взять их исполнение под строгий контроль. Обсуждены также запланированные на текущий год социальные и инфраструктурные проекты за счет бюджетных средств. Президент отметил необходимость установить строгий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, качественным выполнением строительно-ремонтных работ на 2190 объектах. В нынешнем году предусмотрено построить 372 детских сада, 343 школы, 228 медицинских учреждений, 61 высшее образовательное учреждение, 44 спортивных объекта. Намечены строительство и ремонт 187 объектов питьевого водоснабжения и канализации, 241 объекта ирригации и мелиорации. Даны поручения по качественной реализации начатых в прошлом году проектов, завершению тендерных торгов и финансирования по новым объектам. Президент отметил сохраняющиеся проблемы в разработке реализации мониторинга инвестиционных проектов при оценке эффективности привлекаемых инвестиций. Перед ответственными лицами поставлена задача разработать с привлечением зарубежных экспертов инвестиционные стратегии по отраслям и регионам, проводить оценку результативности и экономической эффективности привлекаемых инвестиций, определить первоочередные меры для привлечения прямых иностранных инвестиций. Подчеркнуто, что при размещении инвестпроектов в первую очередь следует обратить особое внимание наличию возможности подключения к внешней инфраструктуре и сопутствующим расходам. Одним из актуальных вопросов на сегодня является производство, конкурентоспособное на внутреннем и внешнем рынке продукции путем углубления локализации. В 2019 году было реализовано свыше 800 проектов в рамках локализации. В частности, освоен выпуск поливинилхлорида, катанки, электродвигатели, стеклянные тары, бытовой техники, лекарств и других видов продукции. Начиная с текущего года, программа локализации будет формироваться на основе новых подходов, отметил глава государства. В частности, в рамках 830 проектов намечено производство новых видов продукции на 9 триллионов сумм. Указано на необходимость реализации конкретных локализационных проектов в системе ассоциации УЗАЛТЕХСОНААТ, УЗСОНААТ КУРЛИШМАТЕРИАЛЛАРЭ, акционерных обществ УЗАГРОТЕХСОНААТ ХОЛДИНГ, УЗАВТОСОНААТ, Агентства по развитию фармацевтической отрасли, а также в городе Ташкенте, Ферганской, Хорезамской, Джизакской, Сырдаринской и Ташкентской областях. В связи с этим, кабинет у министров и Министерства экономики и промышленности поручено в месячный срок совместно с министерствами и ведомствами утвердить отраслевые графики по проектам, включенным в программу локализации на 2020 год. Глава государства отметил, что основное внимание при реализации проектов следует уделить конкурентоспособности и экономической эффективности, снижению себестоимости продукции. Агентству УЗССТАНДАРТ поручено оказывать субъектам предпринимательства практическую помощь в вопросах стандартизации метрологии и сертификации в процессе освоения производства импортозамещающих промышленных товаров. Председателю Совета Министров Республики Кыркалпакстан Хакимам областей города Ташкента поручено установить личный контроль за своевременной реализацией проектов в рамках программы локализации. Перед Министерством экономики и промышленности Торгово-промышленной палатой поставлена задача принять совместно с ответственными лицами на местах меры к полному и своевременному выполнению договоров, заключенных в ходе республиканской промышленной ярмарки. На видеоселекторном совещании заслушаны отчеты ответственных руководителей. Определены важные задачи на перспективу.